Привет всем, сегодня у нас 17 июля начались дожди. Уже третий день, даже четвертый день поливает каждый день понемножку. А я продолжаю собирать этот трехколесный драндулет. Распался у меня унитаз полностью. Этот тоже распался, но я оставил не родной. Больше размера был, тот вообще сломал, поэтому пришлось сделать родной. И вот так вот я сейчас делал. Взял плосину толстую четверку, здесь пластины четверки поставил, здесь пластины четверку, вот загнул приварил в трубочку, чтобы сиденье открывалось. И миллиметровое железо пустил, вот по кольцу. Также на саморезы вот прикрутил его пластмасс. Вон стоят саморезы. Вот получилось более-менее нормально. Еще осталось вот эту закрепить. КК-шку. Ну тоже на скобки прикручу я и все. Короче все переломано. Нет у меня задней пластмассы вообще игрок, кроме сиденья, так еще более-менее. А так вот унитаз переломанный родной, а основной пластмассы нету. Вот так сиденье у меня закрывается и уже получается вот такой вот дрантулет. Вот. Ну уже более-менее заводится, ездит. Это у меня колесо таки взорвалось. Лопнуло я вот тут положил просто, ну так просто для кучи. Неважно. Вот. Осталось мне, короче, закрепить заднюю часть, вот здесь пластинки сделать сюда, на болты прикрутить. И вот тут крепеж должен быть тоже, скобка такая, вот которая вставляется вот в этот механизм, защёлкиваться, чтобы не открывалось. Поэтому придется его делать и вот эту штучку закрепить, и тут эту закрепить. И надо будет продолжать делать тормоза на задние колеса дисковые, вот на эти. И ручник. Ну и еще рычаг заднего хода надо сделать, поставить. Поэтому ездить неудобно, только вперед. Надо рычаг сделать, чтобы можно было включить задний ход и ехать. Рычаг я буду делать в первую очередь реверса, взад-вперед. Так как тормоза у меня есть, дисковые. Ну вот они у меня стоят, родные, суппорт. Эти я буду потом делать уже и ручик попозже. Также купил рычаг передний, дисковый тормоз. Тоже все, жидкость налил, прокачал, все работает. Тормоза у меня сейчас есть, можно ездить. Сегодня у нас 19 июля. Сделал я все-таки рычаг переключения заднего хода реверса. Вот здесь он вот так вот устроенный. Вон рычаг. Здесь идет тяга самодельная из пластины. Приварена втулка. Вот втулочка. И здесь сделан рычаг. Также идет тяга вот на этот рычаг. И здесь сделана втулка. А здесь приваренный в обычный пруток. Вот он рядышком. Кверху он включает заднюю передачу. Вот. А книзу включает передний вход. Вот. Взад и вперед. Вот. Это я сделал специально таким образом, чтобы рычаг наклонялся вперед, включалась передняя передача. А взад поднимался кверху. Потому что рычаг тяжеленький. Ну и случайно вот на кочках, когда едешь или кто-нибудь сзаду сядет, его можно случайно нажать вниз. И тогда включится задняя передняя передача. Так делать не стоит. Именно вот у меня под своим весом рычаг упал. И даже если его сел, то случайно нажал, будет включена всегда передняя передача. Так что вот так делать гораздо проще. И выгоднее. Меньше всего ломаться. Вот эту вилку я перевернуть сюда не могу. С этой стороны сделать напрямую тягу. Так как у меня здесь стоит диск сцепляет тормозов. Корпус маленько не позволяет. Получается, все равно придется делать вот эту вот штучку, втулку, переходной рычаг. Но это ничего страшного. Все хорошо включается. Потом покажу, как это все работает. Как ездит. Вот задний ход и передний ход. Все готово. Осталось сделать тормоза на колесах. Это надо устанавливать цилиндр тормозной. Вот этот вот от копейки. Педаль гидроблинский. И делать ручник. Ну а потом уже все остальное. Облицовки у меня нет. Не знаю где ее искать. Даже не знаю. Может когда-нибудь я найду. А так буду делать здесь наподобие корзинки. Крылья поставлю. Кузова мне здесь не надо. У меня есть тележка перевозить. Так что я буду здесь делать маленькую такую корзинку из арматуры варить. Чтобы она была полегче. И так он тяжелый. Вот все работает. Сделаем педаль тормоза. Ручник. И буду потом делать корзинку, крылья, стоп-сигналы, повороты и все прочее. Так что я ездил. У меня уже ездит. Но остальное все по ходу действия будем регулировать.